Ставки льготных кредитов для фермеров ежегодно устанавливает правительство. В 2012 году, когда Кабмин взялся субсидировать почти 13% банковских ставок, чтобы для фермеров в итоге кредит стоил 7%, крестьяне были уверены, что правительство наконец-то начало их поддерживать. Однако спустя несколько месяцев Кабинет министров возглавил новый премьер. В итоге с каждой смены правительства менялась и ставка агрокредитов. И сейчас она составляет уже 10%. Чтобы ставка не менялась, независимо от смены состава Кабмина, фракция Республика Таджурд предложила закрепить эту норму с законом. Причем не на уровне 10%, как сейчас, а 7%, как это было 4 года назад. 65% населения проживает в сельской местности. Кыргызстан – страна аграрная. 24% ВВП обеспечивает аграрный сектор. Мы должны пойти на этот шаг. От того, что правительство будет немного больше субсидировать расходы коммерческих банков, больших бюджетных потерь не будет. Если установим ставку в 7%, наоборот, это будет ощутимой поддержкой нашим фермерам. Сейчас правительство субсидирует 10 из 20% банковской ставки. Это порядка 400 миллионов сомов. Для того, чтобы финансировать еще 3%, как отметили инициаторы, потребуется порядка 150 миллионов сомов. Минфин против. Не удивило автора в поправах ни мнения заместителя министра финансов, а позиция отдельных депутатов, членов фракции, которые вообще-то позиционируют себя как защитников интересов фермеров. Казалось бы, они в первую очередь должны были поддержать инициативу, но почему-то выступали против. Давайте не будем мучить правительство. Обяжем их законом, а оно все равно не сможет его исполнять. Вот Минфин говорит, что нет у него таких финансовых возможностей. С другой стороны, а мы сможем сейчас рассматривать этот законопроект, если нет заключения правительства? Минфин выступает против, Минсельхоз поддерживает. Пусть сначала Кабмин определится, обсудит, выскажет единую позицию, а потом и приступим к рассмотрению. Тут было сказано, что если на то пошло, надо снизить ставку до 5%, до 3%. И вопрос приобрел некий политический окрас. Вы знаете, уважаемые депутаты, даст Бог, и до этого мы дойдем. Надо будет правительство ради продовольственной безопасности и поддержки наших фермеров будет вообще выдавать беспроцентные кредиты. Но сейчас мы предлагаем снизить ставку хотя бы до 7%. Для реализации инфраструктурных проектов выделяются миллиардные суммы. А здесь речь идет о сумме в 150 миллионов. В масштабах государства это не космически огромные деньги, но они могли бы существенно облегчить жизнь наших крестьян. В итоге члены бюджетного комитета концепцию поправок все-таки поддержали. Теперь документ рассмотрят на Аграрном комитете. Манас Ачгидов, Бакаткушалиев, НТС.